Рекс Стаут. Смертельная ловушка. Часть вторая. «Не дурной прием — начать с высшего по званию», — мрачно усмехнулся Файв. «Да, я был здесь, но, боюсь, доказательств этому нет. Шетук вернулся со мной после обеда и в два тридцать ушел. Затем полчаса я работал со стенографисткой, но на дальнейшие часы алиби у меня нет». «Раз такое дело», — хмыкнул Вульф, — «значит, не стоит об этом и говорить. Пойду посмотрю, что там внизу». Он двинулся к выходу, и я последовал за ним. Закрывая за собой дверь, что я сделал осторожно, поскольку это была генеральская дверь, я услышал, как Файв по телефону разыскивал полковника Тинэма. На десятом этаже, где произошли события, нас остановили. У двери полковника Райдера, которая когда-то вела в коридор, стоял вооруженный до зубов капрал. Тот факт, что он и без оружия весил больше двухсот фунтов, показался нам устрашающим. При этом он заявил, что вход запрещен всем, включая и нас. Вульф велел мне пойти и привезти с собой Файфа, но только я собрался выполнить его приказ, как появился полковник Тинэм. Он сказал капралу, что по приказу генерала Файфа нас следует пропустить, и сам первым вошел в кабинет, от которого остались одни развалины. Вульф спросил, не выносили ли что-либо из кабинета, на что Тинэм ответил отрицательно. Хотя полиция там уже побывала и тщательно все осмотрела. В этой угловой комнате еще было светло и веял свежий ветерок, поскольку в окнах отсутствовали стекла. Пока мы осматривали комнату, осторожно ступая среди кусков штукатурки и прочих дебрей, кое-что вызвало наше любопытство. Когда произошел взрыв, стена, выходящая в коридор, полностью развалилась, а вот на той, что отделяла кабинет от приемной, остались всего пара трещин. Дверь, ведущая в приемную, была открыта настиж и лишь чуть покосилась. Два стула разнесло в щепки, четыре других были разбиты и поцарапаны, а вот кресло райдера у стола осталось нетронутым. Крышка стола пострадала целиком, словно кто-то уронил на нее предмет весом в две тонны, а потом изрешетил пулями. На ней, да и на всем полу были следы крови, то размером с лишь каплю, то позади письменного стола в большую сковородку. Остатки чемодана и его содержимое валялись по всей комнате вплоть до двери в приемную, причем чемодан был так изуродован и продырявлен, что на секунду я даже не понял, с чем имею дело. Повсюду лежали кусочки металла размером от игольного ушка до ногтя большого пальца. С одной стороны они были розовые, с другой черные. С десяток им подобных должны были впиться в любого, кто в момент взрыва находился в комнате. Я положил два таких кусочка себе в карман, рассчитывая пополнить ими свою коллекцию в ящике комода. Я приобрел еще один сувенир. Мне показался знакомым обрывок бумаги, прилипший к чемодану. Вольф и Тинем были у другой стены, я нагнулся, схватил обрывок, сразу понял, что это часть анонимного письма, адресованного Шетуку, с чтения которого и началась наша утренняя конференция и спрятал его в нагрудный карман. Под предводительством Тинема мы по-прежнему разглядывали дебри кабинета, сопровождая их комментариями, когда я услышал, что в приемной кто-то появился. Я последовал туда. Там стояла сержант Брюс, хмуро разглядывая теннисную ракетку, которую держала в руках. Испорчено, поинтересовался я. Нет, сэр. Да, подумал я. Это бесконечная сэр еще хуже, чем солдатская форма. Она положила ракетку в картонную коробку, что стояла у двери, и села за стол. В комнате было полно пыли, многие предметы оказались не на месте, но никаких разрушений я не заметил. Могу я вам помочь? Нет, сэр. Спасибо. В один прекрасный день, угрюмо сказал я себе, дела будут обстоять так, что независимо от того, заслуживаешь ты этого или нет, слово сэр исчезнет из твоего лексикона, как... Арчи, раздал царев из соседней комнаты. Вольно, приказал я ей и исчез. Вульф и Тином находились в том конце кабинета, где стоял капрал. Отвези меня домой, распорядился Вульф. Раз Вульф решил ехать домой, значит больше тут делать нечего. По лицу Тинома я понял, что либо он хочет еще кое о чем спросить, либо не получил ответа на вопросы, которые уже задал. Но Вульф лишь велел ему передать генералу Файфу, что утром он с ним свяжется. На тротуаре собрались люди, а на другой стороне целая толпа. Стекла, вылетевшие из рам на десятом этаже два часа назад, были уже убраны. Пока мы пробирались туда, где был запаркован наш автомобиль, я услышал, как какой-то мужчина объяснял девушке, что взорвалась огромная бомба, в результате чего погибло восемьдесят человек и два генерала. А чему тут удивляться? Тем более, что во время поездки домой, когда мы ехали по Варик-стрит, Вульф отдал приказ, куда больше меня изумивший. Давай немного быстрей, Арчи, распорядился Вульф, обычно занимавший заднее сидение. Это меня просто сразило. Как я уже говорил, он никогда не разговаривал во время езды на машине, и его просьба увеличить скорость была все равно, что просьба рядового произвести его в кавалеры Ордена Святого Патрика. Тем не менее, его приказ я выполнил. Он пробормотал что-то еще, возможно, спасибо. А как только мы остановились возле нашего дома, и я уже хотел было открыть дверцу, чтобы вылезти из-за руля, Вульф сказал, Не выходи. Тебе придется съездить еще кое-куда. Вот как? Да. Обратно на Данкин-стрит. Генерал Файб заметил, что обломки будут убраны сегодня же вечером. Они могут начать прямо сейчас, а мне нужен чемодан. Возьми его и привези сюда. Только чемодан. Его содержимое мне не требуется. В том виде, в каком он пребывает. Не складывай его и ничего не трогай. Я повернулся, чтобы посмотреть на него. Он открыл дверцу и вылез из автомобиля. Вы имеете в виду чемодан Райдера? Спросил я. Да. Он уже стоял на тротуаре. Это важно. И еще важнее то, чтобы никто не заметил, когда ты его возьмешь. Особенно лейтенант Лоусон, полковник Тинем, генерал Файб и мисс Брюс. Впрочем, и все остальные. Я всегда стараюсь сдержаться, но на этот раз не сумел. Как я могу незаметно вынести чемодан у них из-под носа? Может быть, вы удовольствуетесь Луной? Буду рад доставить ее вам. Вы понимаете? Разумеется, понимаю. Это трудное задание. И сомневаюсь, что найдется кто-нибудь другой в армии или вне ее, кому я мог бы его поручить. Ему на самом деле нужен был этот чемодан, раз он старался меня уговорить. Вздор, сказал я, вылезая из машины и направляясь к крыльцу. Куда ты идешь? Рассердился он. Взять что-нибудь такое, куда можно положить этот чемодан. Или вы полагаете, что я должен повесить его себе на шею? Через три минуты я снова очутился на Данкин-стрит. Только заднее сидение было занято не Вульфом, а большим чемоданом, который я раздобыл в стенном шкафу в его комнате. У меня тоже был такой же чемодан, но я не собирался рисковать своей собственностью, как и военной карьерой. Жаль, что я мало изучил устав военного трибунала. Нет, по пути на Данкин-стрит я об этом не думал. Я решал, как мне поступить. На часах было 6.30. И если мне удастся миновать караульную службу, я понятия не имел, кого могу там встретить в это время дня. Любого, кто пребывает при исполнении своих обязанностей с четырех, допустим, до двенадцати ночи. В голове у меня вертелись три с половиной различных плана. Но когда я подъехал к зданию, где располагалась разведка, решил, что не сумею разрешить свои сомнения, пока не окажусь на месте происшествия и, весьма возможно, встаню врага. На десятом этаже я отсалютовал отдавшему мне честь Капралу и, сделав вид, что несу тяжелый чемодан в левой руке, поинтересовался, придав собственной физиономии выражение озабоченности. Не видел ли он, как ушел лейтенант Лоусон? — Да, сэр. Он отбыл минут двадцать назад. — Черт побери! А полковник Тинэм? — Нет, сэр. По-моему, он у себя в офисе. — Генерал Файв спускался сюда? — В течение последнего часа или около того нет, сэр. Скорее всего, он наверху. Я быстро прошел по коридору. Вроде никого. До двери в мой собственный кабинет обычно я делал двадцать шагов. Но сейчас преодолел это расстояние в четырнадцать. У себя я передохнул и положил чемодан на стол. Мне стало казаться, что трудности преодолимы. Например, иду к бывшему кабинету полковника Райдера и говорю Капралу, что Нира Вульф послал меня кое-что рассмотреть поближе. Я вхожу и разглядываю крышку стола Райдера с помощью небольшой лупы. Затем фыркаю от неудовольствия и велю Капралу пойти и спросить у майора Гудмана, офис которого находится на одиннадцатом этаже, не одолжит ли он мне свою большую лупу. Капрал уходит. Я хватаю чемодан, ныряю в коридор, потом в свой кабинет и прячу останки чемодана Райдера в чемодан Вульфа. Рискую я всего лишь в течение пяти секунд, пока нахожусь в коридоре. Все остальное сделать нетрудно. Я продумал эту ситуацию еще раз, стараясь свести время риска до минимума, и пришел к выводу, что так и следует поступить. Я достал из стола свою маленькую лупу, сунул ее в карман, вышел в коридор и направился за угол туда, где стоял Капрал. Убедившись, что на часах стоит тот же самый Капрал, а рядом никого нет, я сказал ему все, что собирался, беспрепятственно вошел в кабинет Райдера и принялся рассматривать с помощью лупы крышку стола. Но делал это без особого интереса, потому что пока подходил к столу, убедился, что чемодана Райдера в кабинете нет. Глава четвертая Я продолжал делать вид, что рассматриваю крышку стола, приговаривая про себя «Черт, черт, поиграл и отдай! Черт, черт, поиграл и отдай!» Поскольку ничего более полезного мне в эту минуту в голову не приходило, я решился как следует обыскать комнату. Насколько я мог понять, все было как прежде, исчез только чемодан. Я направился к Капралу. «Кто-нибудь заходил сюда после того, как ушел полковник Тинем и мы с Вульфом?» «Нет, сэр!» «А, да, полковник Тинем, он вернулся, и с ним был генерал Файв». «Вот как?» – осторожно удивился я. «Значит, они забрали этот стул?» «Стул?» «Да, один из тех, который Вульф велел мне как следует осмотреть. А его вроде нет. Пойду взгляну еще раз». «Никто не выносил отсюда стула, сэр! Не может этого быть!» «Вы уверены, ни генерал Файв, ни полковник Тинем?» «Уверен, сэр!» «Никто!» «Пусть Янира Вульфом Капрал, которым, к сожалению, не являюсь, я бы посоветовал вам не утверждать того, чего можете не знать. Вы заявляете, что никто из кабинета ничего не выносил. Но я заметил, что вы стоите здесь лицом к коридору и спиной к кабинету. В окнах нет стекол. Откуда вам знать, что сюда мог проникнуть представитель парашютно-десантных войск и забрать то, что ему нужно?» С полсекунды он выглядел крайне удивленным, но в следующие полсекунды я прочел в его глазах то, что он мог бы мне сказать. Не будь я майором, а он всего лишь Капралом. «Да, сэр!» – произнес он. «Ладно!» – снисходительно отозвался я. «Может, я ошибся в счете?» «Не доглядел?» «После шести я часто ошибаюсь». Я прошел по коридору в собственный кабинет. Уселся на стол и принялся рассуждать логически. Капрал, если он только не был слепым и не врал, явно говорил правду. Производимым в уме подсчетом, например, чему равняется минус два в третьей степени, занимался Нира Вульф. Я же был способен только на сложение и вычитание. Поэтому, подвинув к себе телефон, я позвонил капитану Фостеру, который сидел в кадрах, и спросил у него домашний адрес сержанта Дороти Брюс. Он отнесся к моему вопросу несколько легкомысленно, но я подчеркнул, что действую официально, и получил ответ. Не дай бог, чтобы она жила в Бронксе или Бруклине, ибо в намерении поехать к ней я исходил не из сведений или догадки, а только из логики. И сразу почувствовал облегчение, когда Фостер сказал мне, что она живет на западной 11 улице, как раз по дороге домой. Взяв чемодан, который оказался мне вовсе не нужным, я спустился на лифте, сел в машину и поехал в северном направлении. Дом, в котором она обитала, был единственным современным строением среди старинных особняков. Оставив чемодан в машине, я пошел. По-военному прошагал мимо Швейцара, свернул наугад налево, увидел лифт и коротко сказал лифтерше. «Брюс!» По-видимому, я производил впечатление человеку, которому не задают вопросов. Она вошла вслед за мною в лифт, подняла нас на седьмой этаж, распахнула дверь и пропела. «Семьсот три!» Я отыскал квартиру, которая оказалась второй справа, и нажал кнопку звонка. Не сразу, но дверь отворилась. Правда, всего лишь на несколько дюймов. Тем не менее, я успел поставить на порог ногу. «О!» – удивилась она. Я бы сказал не очень приветливо. «Майор Гудвин?» «Он самый бодро подтвердил я. У вас хорошая память на лица. Меня опять беспокоит мой глаз». «Очень жаль», – любезно отозвалась она, но дверь осталась в том же положении. «Как я уже вам сказала, боюсь, ничем не могу помочь». «Конечно, при таком освещении ничем. Какая уютная у вас квартирка. Это ваши собственные вещи или вы сняли ее меблированной?» «Некоторые должно быть ваши. Они так на вас похожи». «Спасибо, сэр. Это просто прикосновение женских рук». «Да. Никогда не видел более привлекательной двери. Скажу вам, сержант Брюс, что пришел поговорить с вами. Иначе я открою дверь силой. Пойдем на компромисс». «Вы откроете дверь, а я открою, зачем явился». Она издала лишь смешок, но дверь распахнула, сказав «Входите, майор». И снова закрыла ее у меня за спиной. «Прихожая была размером с чемодан. Взмахом руки она пригласила меня в комнату, которая вовсе не была похожа на нее, равно как и на кого-нибудь другого. Два окна, кушетка и три стула. Дверь в крохотную кухню и дверь в спальню. Все это я рассмотрел с первого взгляда, и когда повернулся к ней, она улыбалась. Улыбка у нее была очень женственной, и в любое другое время я мог бы счесть эту улыбку, как большой шаг вперед. Но что-то стояло между нами, если я правильно сообразил. «Помните ту коробочку?» – подружески обратился я к ней. «В которую вы складывали в приемной свои вещи. Мне нужна точно такая же. Если вы ее уже разобрали, я был бы рад купить ее у вас». Она была умной. Очень умной. Улыбка исчезла. Губы чуть раздвинулись, глаза расширились. Именно такой должна была бы быть реакция в ответ на мою глупость или на то, что не свихнулся ли я. «Я могу продать вам другую по оптовой цене», – снова улыбнулась она. «Вы допустили ошибку», – покачал я головой, забыв добавить слово «сэр». «Нет, дело не в этом. Я не успокоюсь, пока не увижу ту самую коробку, а я не настроен нервничать. Либо вы сами вынесете ее мне, либо я обыщу всю квартиру. Пожалуйста, избавьте меня из себя от обыска». «Это официальный приказ, сэр? Вы пришли сюда в качестве старшего по званию или обычного человека?» «В любом качестве, которое вам больше по душе. Думайте, как хотите, но мне нужна та коробка». Она направилась в спальню, но для этого ей пришлось обойти меня. Она сделала это и исчезла в спальне. Однако я решил, что она способна улететь, как ведьма на метле, а потому на цыпочках добрался до двери в спальню, чтобы не упускать ее из виду. Но либо она услышала мои шаги, либо была подозрительной по натуре, потому что обернулась и увидела меня. Она вернулась и взялась за ручку двери, явно намереваясь ее захлопнуть и тем самым убрать свидетеля, то есть меня. «Подождите вон там», – суровым тоном приказала она мне. «Я принесу коробку». Мне ее слова пришлись не по душе, не говоря уже о том, что меня заставили ждать. Она наверняка направлялась к стенному шкафу в дальнем конце спальни. Я обогнал ее, обошел кровать, добрался до шкафа и открыл его. Признаюсь, что был крайне удивлен и даже на пару шагов отступил, когда навстречу мне из шкафа появился лейтенант Кеннет Лоусон. Он вышел и встал напротив, даже не поприветствовав меня. «Вот оно, оказывается, что изумился я, употребив одно из выражений, любимых Нировульфом». Чем был крайне раздражен, когда поймал себя на этом, потому что, глядясь в зеркало, любил там видеть самого себя, а не человека, перенявшего манеры Вульфа. Лоусон, как я уже упомянул, был рослым, сильным и красивым. Ситуация, какой она представлялась, была довольно сложной, ибо мне ни в коем случае не хотелось присоединиться к Кроссу и Райдеру, уже побывавшим на том свете. Поэтому я нырнул в настежь распахнутый шкаф. Поиски не заняли много времени. Картонка, обвязанная веревкой, стояла прямо передо мной. Я вытащил ее, сорвал веревку, раскрыл коробку и сразу увидел куски свиной кожи. Как в бейсболе, удар, пробежка и никаких ошибок. Я закрыл картонку и снова обвязал ее веревкой. Помимо многих факторов, мне неизвестных в ту минуту, я понятия не имел, оказался ли там Лоусон из чисто личных соображений или участвовал в краже обломков чемодана. Поэтому положение было крайне щекотливым во многих отношениях. Я слышал, ничуть не проявляя волнения, сказал Лоусон, как Брюс спросила у вас, майор, явились ли вы сюда с официальным визитом, что могло бы прояснить некоторые детали. Он одержал победу, ведь Вульф велел мне разыскать чемодан так, чтобы об этом не стало известно Файфу, а я ведь тоже был в подчинении у генерала. Я совершил очередную глупость. Доложит ли Лоусон об этом Файфу? Был ли Лоусон убийцей или мошенником? А то и тем и другим. И поспешит ли он сообщить о моем поступке Файфу? Был ли Лоусон и сержант Брюс? Какой смысл имело стоять там и задавать себе вопросы, на которые у меня не было ответа, в то время как они не сводили с меня глаз? Дамы и господа, заговорил я. Насколько вам известно, мне было поручено помогать Нировульфу в заданиях, которые он выполняет для армии. Сейчас я обязан доложить ему о встрече с вами и принести эту коробку. По рангу вы ниже меня. Разница между мной и генералом Эйзенхауром, так сказать, состоит только в том, что он здесь отсутствует. Но не будем забывать, что мы в то же время простые и смертные. Если, когда я буду уходить, Лоусон попытается мне помешать или даже нанести удар стулом, я не обращусь к начальству. Я просто постараюсь расправиться с ним самостоятельно. Лоусон приподнял уголок губ. Я вовсе не собирался этого делать, холодно отозвался он. Но теперь не уверен, как поступлю. — Решай, брат, — сказал я и повернулся к сержанту Брюс. — Итак, я предлагаю, не приказываю, а предлагаю, чтобы вы считали мой приход дружеским визитом. Не хотите ли сопровождать коробку и меня в дом Вульфа? Я оставил машину у вашего подъезда. Поездка может пойти вам на пользу. Брося на взгляд на Лоусона, это разрешило бы, по крайней мере, часть моих сомнений. Но она, лишь вскинув голову, посмотрела на меня. — По-моему, — заявила она, — мне следует предупредить вас, что вам, майор, вероятно, придется пожалеть о вашем поступке. — Я уже жалею. Мне все это вовсе не по душе. Так вы едете со мной? — Обязательно, — отозвалась она. Коробка и ее содержимое принадлежат мне. Она подошла к Лоусону и положила руку ему на плечо. — Кен, милый, ни о чем не беспокойся. Боюсь только... Не знаю, сколько времени на это потребуется. Я позвоню тебе позже. А ты, пожалуйста, позвони моей сестре Вашингтон, причем немедленно. — Я мог бы, — прорычал он, — выжать его и повесить сушить, как половую тряпку. — Не сомневаюсь, — она похлопала его по плечу. — Веди себя достойно. Есть несколько способов вылечить простуду. Позвонишь мне, Кен? — Конечно. — Удостоверься, когда уйдешь, запер ли ты дверь. — Пойдемте, майор. Лоусон и глазом не моргнул, когда я прошествовал мимо него с коробкой в руке, приготовив другую руку, на тот случай, если он все-таки решит продемонстрировать свою силу и отвагу. Но либо сержант Брюс была главной, и он действовал по ее указке, либо спешил остаться один и поразмышлять. Я, как джентльмен, пропустил ее вперед, что она и сделала, остановившись в прихожей только для того, чтобы взять с вешалки свою пилотку. С таким видом, будто сопровождающий ее мужчина доставляет ей истинное удовольствие, выполняя мелкие поручения, она позволила мне закрыть за нами дверь и вызвать лифт. В машине я поставил коробку на заднее сидение, а сержанта посадил рядом с собой. Обошел машину, сел за руль, и мы тронулись в путь. Мы оба молчали. По-видимому, нам не о чем было говорить. Но когда я остановился перед светофором на 23-й улице, она вдруг сказала. — Можете сделать мне небольшое одолжение? — Вряд ли. — А чем? — Позвонить вашей сестре в Вашингтон? Она не то фыркнула, не то как-то булькнула. Три часа назад мне бы ее смешок очень понравился. — Нет, — ответила она, — не столь сложная. Просто остановитесь на минуту там, где можно. Я хочу кое-что у Вас спросить. Загорелся зеленый свет, и мы тронулись. В следующем квартале я увидел свободное место у тротуара, подъехал к нему, остановился и выключил зажигание. — Окей, спрашивайте, что хотите. — Надеюсь, Ваш глаз Вас не беспокоит? Она говорила таким тоном, каким сержант не обращается к майору. Исчезли понятия о рангах и кажущиеся барьеры. И в то же время я осознал, что она вовсе не собирается совратить меня прямо здесь на шестую авеню, загруженной машинами. Но зато намекает на то, что мы способны на естественное и здравое взаимопонимание. — Нет, не беспокоит, — ответил я. — Это все? — К сожалению, нет. Она повернулась ко мне лицом. Я сделал то же самое. Хорошо бы, если бы наши отношения свелись только к обмену легкомысленными фразами. Не сочтите за банальность мое признание в том, что я наслышана о Вашем уме, хотя и себя считаю неглупой. Будь я дурой, я могла бы попытаться вскружить Вам голову прямо здесь, по дороге к Нировульфу. Но я достаточно хорошо соображаю, что с Вами этот номер не пройдет. — Хотя Вы неплохо умеете управлять Вашими губами и глазами, — усмехнулся я, — а особенно голосом. Чем Вы и воспользовались, попросив меня остановиться. Она кивнула. — Скажите, Нировульфу важна эта коробка, чтобы посмотреть, не захватила ли я чего-либо мне не принадлежащего? — Нет. Я не мог понять, к чему она клонит. — Это его вовсе не интересует. Ему нужен чемодан полковника Райдера. По-видимому, и Вам тоже. Придется тянуть жребий, кому достанется чемодан. Все? — О, Господи! Она нахмурилась. — В каком же трудном положении мы оказались? Но ему неизвестно, что Вы везете чемодан, что Вы его нашли. — Конечно, известно. — Нет, неизвестно. У Вас не было возможности сообщить ему об этом. — Но он знает, что послал меня. А это значит, что чемодан уже в пути или скоро прибудет. — А Вы никогда не промахиваетесь, нет? — покачала она головой. Ее тон свидетельствовал о том, что по выполнении задания она не возражала бы немного развлечься. — Нет, он не может быть уверен. «Откуда ему знать, взяла ли я чемодан домой или куда-то перепрятала? Как мне и следовало поступить, видя, что Вы крутитесь рядом?» Она положила руку мне на плечо вроде машинально, словно только там ей было и место, и дружески мне улыбнулась. «Думаю, Вы бы удивились, если бы я предложила Вам десять тысяч долларов за эту коробку и ее содержимое, с условием, что Вы про нее забудете. Идет?» «Я был бы ошеломлен», — заморгал я. «Но в скорости пришли бы в себя. Что Вы на это скажете?» «Черт возьми!» Я погладил ее по руке, которая так и лежала у меня на плече. «Это зависит от того, насколько серьезно Ваше предложение. Если все это лишь разговор, то я придумал бы, как с Вами поторговаться, включил бы зажигание и тронулся с места. «Если же Вы не шутите, мне придется как следует подумать». «Разумеется, при мне нет такой пачки денег», — улыбнулась она. «Конечно нет. А потому забудем об этом». Я взялся за ключ, но ее рука легла на мою. «Подождите, уж очень Вы импульсивны. Я всерьез предлагаю Вам деньги. Десять тысяч». «Наличными?» «Да». «Когда и где?» «Думаю», — не сразу ответила она. «Я сумею их получить через двадцать четыре часа, может и раньше. Завтра днем». «А что делать с коробкой?» «Отвезем ее в банк, который открыт круглосуточно, и оставим там при условии, что получать придем вдвоем. Давайте пожмем друг другу руки в знак доверия». Я явно любовался ею. «Не Вас ли я видел однажды ходящей по высоко натянутой проволоке? Может, это была Ваша сестра? Вы очень похожи. Неужто Вы и впрямь решили, что я клюну на Вашу приманку?» «Такое бывает, но крайне редко. Нировульф об этом тотчас узнал бы. От него ничего не утаишь». «И обязательно сообщил бы моей бедной старенькой мамочке. Если бы не мама, я бы ни за что не устоял перед Вашим предложением. Я давным-давно пообещал ей, что продам себя ни в коем случае не меньше, чем за миллион. Наша ферма заложена ровно за миллион». «Я включил зажигание и, отъехав от тротуара, присоединился к потоку машин. Она не предприняла новой попытки поймать меня на крючок, а если и хотелось сделать эту попытку, то я, во всяком случае, об этом ничего не знаю». «Что ее так напугало?» – старался догадаться я. «И решил, что, наверное, чемодан. Вульф сказал, что это очень важно. А при мне сидело красивое невинное создание, предложившее за чемодан 10 тысяч долларов, когда, насколько я мог догадаться, красная цена ему в управлении была не больше 20 центов. «Если я раздражен, то имею привычку ехать с большей скоростью, нежели обычно, а потому буквально через минуту мы очутились у дома Вульфа на 35-й улице». До ужина оставалось лишь полчаса, а потому я рассчитывал застать Вульфа в кухне, где он наблюдал за экспериментами Фрица, но он оказался у себя в офисе, целиком погруженным в карту России, где шли бои. Когда мы появились, он даже не посмотрел на нас. «Вот, значит, где работает Нера Вульф», – сказала Брюс и оглядела кожаные кресла, большой глобус, полки с книгами, старомодный тяжеленный диван и вазочку с орхидеей. Я снял веревку с картонной коробки, открыл ее, схватился за останки чемодана, осторожно, но уверенно вытащил их и положил на кресло, потому что на столе была разложена карта. «В коробке были и другие предметы, среди них какие-то бумаги, но я отнес коробку к стене, не дотрагиваясь до них». «Значит, ты его разыскал», – констатировал Вульф, наконец-то оторвавшись от карты. «Отлично. Но, по-видимому, кое-кто при этом присутствовал. Мисс Брюс приехала с тобой, чтобы помочь нести коробку?» «Нет, она приехала, потому что не могла перенести, что у нее забирают коробку. Я отправился за чемоданом на Данкин-стрит, но там его не нашел. Капрал сказал, что никто из кабинета райдера ничего не выносил, значит, никто ничего не брал. Но останки чемодана исчезли, я сообразил, что в их исчезновении виновен никто иной, как сержант Брюс. Я видел ее в приемной, как она складывала какие-то вещи, а поскольку чемодан был на полу всего в двух шагах от двери в приемную, а часовой стоял, повернувшись к ней спиной, то добраться до останков чемодана ей было легче, чем кому бы то ни было. Узнав ее адрес, я поехал к ней на квартиру. Две комнаты, кухонька и ванная. И обнаружил там на полке стенного шкафа в спальне коробку. В шкафу оказался и лейтенант Лоусон, живой и невредимый. «Черт бы его побрал!» Вульф откинулся на спинку кресла и полузакрыл глаза. «Присядьте, пожалуйста, мисс Брюс. Нет, вот сюда, если не возражаете». Красивое невинное создание уселось. Я подвел черту. Не знаю, побывал ли там Лоусон в качестве ухажера или просто тащил коробку. В беседе мне не удалось это выяснить, но сержант Брюс обратилась к нему со словами «Кен, милый!», поэтому я оставил его там и привез сержанта и коробку. По дороге сюда сержант предложила мне завтра днем заплатить 10 тысяч долларов за коробку и ее содержимое, о чем я постарался забыть. Полагаю, что она заплатит и больше, если вы на нее надавите, но мне не хотелось торговаться в то время, как ее рука лежала у меня на плече. Если вы с ней не договоритесь, то я не дам и цента за ваши старания. «Предложение касалось коробки и ее содержимого? Что там еще?» «Я не смотрел». «Посмотри». Я взял коробку, выудил оттуда бумаги и кое-что еще. Все это я разложил на столе. Добыча была невелика. Теннисная ракетка, пустая дамская сумочка, пара чулок, листовка под названием «Сумеем ли мы разделаться с Германией?», баночка с кремом и прочая ерунда. Среди бумаг тоже не оказалось ничего такого, от чего у меня бы участился пульс. Экземпляр военного устава, 4 журнала из десяток почтовых открыток. Я перелистнул устав и оттуда выпал сложенный в четверо листок, который я подобрал и развернул. На нем было напечатано следующее. «Озерный остров Иннисфри. Встану да и поеду в Иннисфри. Там хижину себе сплетнем, сооружу погожим днем, вскопаю грядки для фасоли и улей пчелам подарю. Под их жужжанье буду жить без страха и без боли. И это еще не все. «Наверное, это имеет какое-то значение», – сказал я Вульфу. «Где находится Иннисфри?» «Что?» – Вульф сердито покосился на меня. Она сочиняет стихи. Я положил листок ему на стол, а сам встал у него за спиной, чтобы читать дальше. Она едет в Иннисфри, строит там хижину, разводит огород и пчел. Может быть, дальше найдутся какие-нибудь сведения? Я снова принялся за чтение. Спокойно буду жить в плену у тишины, рассветной тишины, тумана и сумеречной с пением сверчков. Там полуночные сверкают звезды, и полдень алый зной мне посылает без обмана, а ветер шелест птичьих слов. Встану, да и поеду в Иннисфри, где днем и ночью омывает скалы чистейшая озерная вода. Дорога тяжкая, и все с желания не пропало. Душа сказала мне, оковы отвори, и серость мостовой озерной гладью стала. Она сторонница нашего поражения, сказал я. Это пропаганда против войны, призыв к миру. И вы заметили? Вульф хмыкнул. Эти стихи были написаны пятьдесят лет назад едцем. Он ткнул пальцем на кучу ерунды на моем столе. Ничего существенного нет. Но я заметил нечто такое, на что он, по-видимому, не обратил внимания. Тем не менее, возразил я. Это мне кое о чем напоминает. Повернувшись спиной к сержанту Брюс, чтобы ей не было видно, я вынул из кармана обрывок бумаги, найденной мною среди мусора в кабинете райдера, и оказавшийся анонимным письмом, которое получил Шетук, развернул его и положил на стол перед Вульфом. Это уж никак не было написано едцем, по крайней мере, я так думаю. И указал на сходство деталей на обоих листках. Буква С была чуть ниже остальных, Э наклонилась чуть вправо, и кое-что еще. Разумеется, это можно считать всего лишь интересным совпадением, но не обратить внимания нельзя. «Да, это заслуживает интереса», – неохотно согласился Вульф. Ему не понравилось, что я заметил это первым. Он достал из ящика лупы и принялся поочередно разглядывать оба текста. Пожав плечами, я вышел у него из-за спины и уселся за собственным столом. Если он считает, что Брюс слишком глупа, чтобы понять значение сходства обоих листков, время ему покажет. Но через минуту я понял, что он делает это намеренно. Он отложил лупу и одобрительно кивнул мне. «Молодец, Арчи! Несомненно, это напечатано на одной и той же машинке». «Премного вам обязан». Я намек понял и приступил ко второму раунду. «Если у вас есть намерение заняться поисками, то лучше всего начать с портативной Ундервуд, которую я видел у нее в квартире». «Превосходная идея!» – кивнул он. «Чем и объясняется та немалая сумма, которую она предложила тебе. Что же ее интересует больше – чемодан или листок со стихами?» «Или не то и не другое!» – подала голос сержант Брюс. Мы оба поглядели на нее. Она не смотрелась взволнованной, наоборот, даже слегка довольной. «Не то, не другое!» – переспросил Вульф. «Не то, не другое!» – подтвердила она. «Прежде всего, меня интересовали вы. Предложение, сделанное майору Гудвину, было всего лишь небольшим экспериментом – проверкой его лояльности к вам. Он ради шутки назвал сумму в миллион, но вам хорошо известно, что миллион долларов составляет лишь маленькую толику всех денег, вложенных или которые будут вложены в этот проект. И, разумеется, услуги, которые вы можете нам оказать, будут оплачены также частью общей суммы, а, возможно, и двумя частями». Глава пятая. «Однажды вечером, лет десять назад, к нам в офис явился малый по фамилии Хэллуэлл. Так вот, у него в сумке было 150 тысяч долларов, 50-ти и сотенными купюрами, с помощью которых он намеревался устроить короткое замыкание тока напряжением в 2000 вольт, от которого Вульф уговорил его отказаться, предложив ему присесть, но то был пустяк по сравнению с нынешней суммой. А поскольку сделка происходила втайне, нам не грозил и подоходный налог. «За миллион долларов можно купить 4 миллиона бутылок лучшего пива». Вульф закрыл глаза, откинулся на спинку стула и пребывал в таком положении, втягивая и вытягивая трубочкой губы. Я с безразличием уставился на лицо Брюс, размышляя над здравостью ее суждения о том, что Вульф стоит в сто раз больше, чем я. «Не думаю», – заявило это красивое невинное создание вполне уверенным тоном. «Что вы будете тратить время на стереотипные действия?» Догадка, высказанная майором Гудвином, оказалась верной. Я перепечатал это стихотворение на своей портативной машинке, потому что оно мне понравилось. И, полагаю, не скажете ли мне, с чем вы его сравнивали?» «С письмом, полученным мистером Шетуком», – не открывая глаз, пробурчал Вульф. «Да», – кивнула она, – «оно было напечатано на той же машинке и еще больше тридцати таких же писем, адресованных людям, занимающим видные должности. Как вы уже, несомненно, заметили, дело это чрезвычайно запутанное. Оно ведет наверх и вширь. В действительности оно никак не заслуживает вашего внимания, мистер Вульф, ибо это растрата вашего таланта на такие мелочи, как письмо мистеру Шетуку и чемодан полковника Райдера. Мы уже давно ожидаем подходящие минуты, чтобы поговорить с вами, а сейчас вы вынудили нас пойти на это собственными поисками чемодана. Мы сознаем, что договориться с вами довольно трудно. Необходимы обоюдные гарантии, обязательства такого рода исключают пересмотр решения с обеих сторон. Мы готовы к обсуждению, когда вам будет угодно. Глаза Вульфа превратились в щелочки. Мне нравится, что вы назвали чемодан мелочью, мисс Брюс. Но если это всего лишь ваш каприз, думаю, мне бесполезно расспрашивать вас о нем или о письме. Пустая трата времени, отозвалась она. Возможно, не стал спорить он, но чемодан сейчас у меня. А вы признались, что именно он заставил вас раскрыть свои карты. Что же касается вашего предложения воспользоваться моими услугами, то здесь возникают почти непреодолимые трудности. К примеру, вы называете себя мы, что мне не совсем понятно. Я мог бы обсудить такой вопрос только с вашими боссами, но каким образом они предстанут передо мной, рискуя тем, что как только мне станет известно, кто они, я их предам. Она покачала головой, хмуро глядя на него. Вы не понимаете, мистер Вульф. Боссы, как вы их величаете, не подвластны риску оказаться преданными. Как я уже сказала, предложение поступит сверху, но даже в этом случае мы обязаны действовать благоразумно, если не хотим. Ее перебил телефонный звонок. Я снял трубку и получил извещение, что звонят из Вашингтона мистеру Нира Вульфу. Я спросил, кто именно, и спустя минуту мне сказали, что с ним будет говорить генерал Карпентер. Я попросил не вешать трубки, написал у себя в блокноте «Генерал Карпентер» и встал, чтобы показать Вульфу. Взглянув, он повернул блокнот лицом вниз и учтиво обратился к Брюс. «Мистер Гудвин проводит вас наверх и покажет вам орхидеи». «Если это лейтенант Лоусон», – начала она. «Пошли», – сказал я ей. «Может, вам удастся выпытать это у меня?» В оранжерее стояла жара. Я сразу вспотел и раскраснелся от подъема по лестнице. Появился Хорстман, и я объяснил, что показываю нашей гости цветы. Мы были уже в третьем помещении, где прорастались имена, когда я услышал телефонный звонок и поспешил снять трубку. «Говорит Гудвин», – сказал я. «Вели мисс Брюс спуститься ко мне», – распорядился Вульф. «Вы хотите, чтобы я ее привел?» «Нет. Ты, как армейский офицер, дал клятву хранить тайны. Я человек штатский, а проблема может оказаться несколько деликатной. Лучше я поговорю с ней наедине». «Значит, ему не хотелось, чтобы я о чем-то знал. Значит, мне не разрешалось входить в кабинет. Я передал Брюс приглашение Вульфа, проводил ее до лестницы, и она спустилась к нему. Сам я направился к себе в комнату, и, решив, что торговаться они не станут, разделся и влез под душ. Обычно в душе я люблю приводить в порядок свои мысли, но поскольку в этом случае мне предстояло занять место высоко на галерке, я не стал ни о чем раздумывать, а полюбовался своей мускулатурой и шерстью на груди. Я уже шнуровал ботинки, когда позвонил Фрид с сообщением, что ужин готов. Спустившись вниз, я застал Вульфа в прихожей у двери в столовую. Он подождал, пока я подошел, а затем мы вместе сели за стол. «Гостей не будет?» – поинтересовался я. «А куда девался наш новоиспеченный босс?» «Мисс Брюс ушла!» – коротко ответил он. Вошел Фрид с подносом, на котором стоял глиняный горшок. Когда он снял с него крышку, пошел пар, и в комнате очень вкусно запахло. Вульф принюхался, откинулся на спинку стула и снова потянул носом. «Говяжий желудок покреольский!» – объявил он. «Без солонины и свинячьих ножек. Интересно, понравится ли тебе?» Он сунул в горшок ложку. «Мы начали ужин поздно, поэтому уже шло к десяти, когда мы, покончив с кофе, снова вошли в офис. Те вещи, что оставались разбросаны на моем столе, исчезли. Вместе с ними исчезла и коробка. Была спрятана и карта России. Чемодан по-прежнему лежал на стуле. Получив от Вульфа указание спрятать чемодан куда-нибудь, я положил его в стенной шкаф, поскольку в сейф он не влезал. Вульф устроился у себя в кресле, откинувшись на спинку, и соединил пальцы рук. Я уселся на свое обычное место. «Не хотелось бы портить кому-либо удовольствие», – сказал я, «да еще высказывать личное мнение, но не могу отделаться от мысли, что если Лоусон – человек честный и доложит начальству, что я побывал у сержанта Брюс на квартире и забрал коробку, то неприятностей не оберешься». «Ты застал его в стенном шкафу», – вздохнул Вульф. «Ну и что?» – настаивал я. «Вряд ли он совершит поступок, способный повлечь мисс Брюс в беду». «Да? А что, если ему приказано следить за ней? За райдером, а то и за самим Файфом, а может и за Тинномом? Вам же известно, как работает контрразведка. Кто бы за тобой не стоял, всегда поглядывай назад». «Глопости, Арчи!» – покачал головой Вульф. «Ты уже знаком с мисс Брюс. Лейтенант Лоусон водит ее за нос. Чепуха!» «По-моему, – намеренно продолжал возражать ему я, – она не могла не объяснить вам, какую роль во всем этом играет лейтенант Лоусон. Естественно, и вы не могли обойти вниманием тот факт, что Лоусон-старший занимает в армии одну из ключевых позиций». «Не приставай ко мне, Арчи! Я вынужден сидеть здесь и работать, черт бы побрал! А тебе отлично известно, что я не люблю работать после ужина. Ты армейский офицер, у тебя есть свои обязанности, и тебе совершенно незачем влезать в это дело. Могу сказать, например, что полковника Райдера убили, и что я намерен разыскать убийцу. Видишь, в каком положении ты оказываешься? А что, если кто-нибудь из твоего начальства задаст тебе вопрос на эту тему или прикажет доложить о том, что происходит? Что же касается мисс Брюс, то я собираюсь прибегнуть к ее помощи, как, впрочем, и лейтенанта Лоусона, да и к твоей тоже. А сейчас оставь меня в покое, почитай книгу, посмотри картинки, сходи в кино». Его слова о том, что он собирается работать, означали, что он будет сидеть с закрытыми глазами и раза три в час издавать вздох. А если у него появятся какие-нибудь идеи, то он явно будет держать их при себе. Поэтому я решил испариться. Все равно следовало выйти и поставить машину в гараж. Я вышел, выполнил свою обязанность и решил пройтись. Где-то в районе 50-х улиц я пришел к выводу, что мне следует еще раз попытаться получить приказ отправиться в действующую армию. Здесь же, в Америке, в форме майора я чувствовал себя вполне сносно, равно как и в штатском, когда работал на Нировульфа. Но стремление совместить эти две обязанности могло привести меня к потере права голосовать. И в таком случае я уж никогда не смогу баллотироваться в президенты. Когда вскоре после 11 я вернулся домой на 35-ю улицу, потому что был больше озадачен своим будущим, нежели нынешним, я не обратил внимания на такси, из которого кто-то вылезал, пока не заметил, что этот пассажир пересек тротуар и поднялся на крыльцо, куда должен был подняться и я. К тому времени, когда я его догнал, он уже нажал кнопку звонка. Он услышал мои шаги, обернулся, и я узнал в нем Джона Белла Шетука. «Позвольте мне», – сказал я, протискиваясь между ним и дверью. Я вставил ключ в замок и повернул его. «О-о-о!» – удивился он, разглядывая меня в темноте. «Майор Гудвин, я иду к мистеру Вульфу. Он знает об этом?» «Да, я ему звонил». «Ладно, я впустил его и запер дверь. Я скажу ему, что вы пришли». «Арчи, введи его», – раздался рев Вульфа из офиса. «Идите туда, откуда доносится голос», – посоветовал я Шетуку. Я вошел вслед за ним и сел к себе за стол. «Быстро вы доехали, сэр», – прогрохотал Вульф. «Присядьте. Это кресло самое удобное». Шетук в смокинге со сдвинутой чуть в сторону бабочкой и пятном от чего-то на рубашке выглядел немного рассерженным. Он открыл былорут, посмотрел на меня, закрыл, бросил взгляд на Вульфа и снова открыл. «Генерал Файв позвонил мне насчет райдера. Я был на ужине, где произносил речь. Как только я освободился, я позвонил вам». Он снова посмотрел на меня. «Прошу извинить меня, майор Гудвин, но будет лучше...» Когда я садился к себе за стол, я был готов к тому, что Вульф меня выгонит и хотел высказаться по этому поводу. Но Шетук меня опередил. Он не просто предложил мне выйти, но высказал это, не спросив разрешения Вульфа, что тот считал в принципе неприемлемым. «Майор Гудвин, — объяснил ему Вульф, — назначен сюда, чтобы помогать мне в конфиденциальных вопросах. А что, вы собираетесь поведать мне нечто такое, о чем армия не должна знать?» «Разумеется, нет, — ощетинился Шетук. Мне неизвестно ничего такого, чего не знает армия». «Вот как?» — поднял брови Вульф. «Господи боже! А у меня, например, есть сотни мыслей, о которых не только армия, но и другим совершенно необязательно знать. Не можете же вы, не сомневаюсь, быть чистым, как стеклышко, мистер Шетук. Вы хотели сказать мне что-то о полковнике Райдере? Не сказать вам, а спросить у вас. Файв поведал мне, что вы занимаетесь расследованием этого дела и завтра ему доложите. Вам стало известно что-то конкретное? Кое-какие факты представляются мне несомненными. «Вы помните ту розовую гранату, которую майор Гудвин утром передал полковнику Райдеру, и тот положил ее к себе в стол? Она взорвалась и убила полковника Райдера. Должно быть, он вытащил ее из ящика, потому что есть свидетельство того, что она в момент взрыва находилась на крышке стола. По всему кабинету разбросаны осколки от нее. Я передаю то, что сказал Вульф, ибо запомнил его слова. Еще кое-что я увидел. Позади Вульфа и чуть справа от него, скорее справа от меня, поскольку я сидел почти напротив. На стене висела написанная маслом по стеклу картина, изображающая памятник Вашингтону. Картина эта служила маскировкой. Позади нее в панели находился специально сделанный глазок, сквозь который из Алькова в прихожей можно было видеть практически все, что происходило в офисе. По правде говоря, картина висела не на самой стене, а на одной из прибитых к стене полок, на которых стояли разные мелочи, в том числе и сувениры, доставшиеся нам в расследовании некоторых дел. Внимание мое привлек предмет на четвертой полке сверху, которого раньше там не было, и присутствие которого, мягко выражаясь, меня удивило, ибо это был сувенир того дела, которое именно сейчас расследовалось и оставалось еще далеким от завершения. Там стояла та самая граната, которая взорвалась и убила райдера. Та самая, что раньше лежала у меня на комоде. Я, разумеется, не мог не удивиться, увидев ее, но сразу сообразил, что это, наверное, другая граната, хотя и точно такая, какую Вульф приказал мне убрать из дома. Я был уверен, что когда я уходил из дома два часа назад, никакой гранаты на полке не было. Я таращил на нее глаза секунды две, не больше, ибо знал, что таращить глаза на чужую собственность невежливо. По-видимому, ни Вульф, ни Шетук и не подозревали о моем удивлении, потому что продолжали разговаривать. Я прислушался. Каким образом и почему она взорвалась? Вы пришли к какому-либо выводу? Нет, коротко ответил Вульф. В прессе это будет названо несчастным случаем без всяких предположений о том, как это произошло. Генерал Файф утверждает, что запал сам собой не поднимается, но и знатоки, бывает, ошибаются. Конечно, если говорить о самоубийстве, то в таком случае какие-либо технические трудности отсутствуют. Райдер мог просто взять гранату в руку и вытащить запал. Но для этого необходимо желание. Было ли оно у него? Возможно, вам об этом известно. Вы были крестным его сына. Вы обращались к нему по имени. Он хотел умереть. Лицо Шетука передернулось. Спустя секунду он сглотнул, но речь у него осталась твердой и четкой. Если да, то мне об этом ничего не известно. Единственное, что могло его огорчить, это гибель сына. Но крепкий мужчина со здоровой психикой способен преодолеть себя. А Хэролд Райдер, хотя я редко встречался с ним в последнее время, могу свидетельствовать, был здоров физически и умственно. В таком случае остается одна альтернатива. Его убили. Поскольку была задействована граната, значит, ее вынули из ящика. Скорее всего, это сделал один из тех, кто видел, как утром полковник Райдер положил ее туда. Нас было шестеро, что делает расследование весьма щекотливым. Пожалуй, мрачно подтвердил Шетук, именно по этой причине я и явился сюда. Вынул из ящика, и что потом? Не знаю. Здесь счет идет на минуты. Вошел и вышел. Присутствие и отсутствие. Человек открыл дверь. Любую дверь. Оттянул запал и швырнул гранату. Секунду Вульф с любопытством всматривался в Шетука. Насколько я понимаю, мистер Шетук, наша беседа останется между нами. Конечно. Разве я не понимаю? Тогда могу предположить, что была задействована и седьмая фигура. Мисс Брюс, секретарь полковника Райдера. Вы имеете в виду секретаршу, что сидит у него в приемной? Да. Я не готов изложить подробностей, но похоже, полковник Райдер получил определенную информацию и написал или собирался написать рапорт, в результате чего ее ждала бы катастрофа. Конец второй части. Третью заключительную часть вы услышите завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова